Программу «Здесь и сейчас» представляет Уральский институт кардиологии. Специализированная кардиологическая помощь на уровне мировых стандартов. Здравствуйте, я Татьяна Климина. Здесь и прямо сейчас будем говорить на очень интересную тему, потому что нашему замечательному колледжу, колледжу технологий предпринимательства, в этом году исполняется 45 лет, и, конечно, есть повод поговорить об этом учреждении образовательном. Сегодня в программе принимает участие директор Уральского колледжа технологий предпринимательства Николай Дарон, Николай Андреевич, я вас приветствую. Здравствуйте. Слушайте, но юбилей, а у вас такой отличный возраст, да, это когда все знаю, и все могу, вот, и юбилей, это ведь всегда такой повод и поговорить о достижениях, и наметить какие-то планы, векторы на будущее развитие, да, вот если о достижениях, чем сегодня колледж гордится технологией предпринимательства? Если говорить официально, то официальным юбилеем 45 лет не считается, но, тем не менее, мы каждые 5 лет отмечаем как юбилей, потому что это важно для педагогов и для студентов. И в этот период празднования 45-летия вполне уместно вернуться к истории колледжа, к его дате основания, это 1974 год. И, конечно, годы, последовавшие за этим, являлись периодом становления образовательного учреждения. И если хотите провести параллель с человеком, то это формирование характера, обретение своего лица, и если хотите, завоевание позиций в образовательном пространстве Свердловской области. Получилось вот эти позиции уже завоевать в образовательном пространстве? Да, сегодняшнее состояние колледжа подтверждает это, потому что на данный момент колледж является современным образовательным учреждением и занимает достойное место в системе образования не только Свердловской области, но и Российской Федерации. Кроме того, колледж давно уже вышел на международное сотрудничество, на международный уровень, и наши студенты имеют возможность посещать Германию. И на данный момент колледж сотрудничает с четырьмя профессиональными образовательными учреждениями Германии. И в силу этого наши студенты могут посещать своих сверстников в Германии, в образовательных учреждениях, как и немецкие студенты. Практику, наверное, да, проходят там, какая-то практика. Не остаются там потом наши выпускники нашего колледжа в Германии? Нет ли у нас там утечки наших специалистов, которых вы готовите потом? Наши студенты и наши выпускники-патриоты Уральского края, поэтому они получают квалификации там дополнительные и возвращаются на российские современные предприятия. Ну, раз вы сотрудничаете с учебными, с четырьмя учебными заведениями в Германии, пусть немецкие ребята, студенты приезжают к нам, ну, укрепляют нашу экономику, здесь мы не против, немцы умеют хорошо работать. Да, но укрепляют не только экономику, но и дружбу. Это вот самое главное, между прочим, самое главное, это дружба. Но если говорить про то, какую вы завоевали сегодня позицию, вы говорите, да, то я смотрю, какие специальности, если я просто зашла на сайт, так интересно, думаю, вот если бы мне было там лет 18, 17, 16, да, что бы я выбрала? Ну, надо сказать, я могу сказать, в вашем колледже, ну, само название как бы диктует, да, предпринимательство, технологии, что здесь готовят специалистов, мне кажется, по всем направлениям. Смотрите, какие специальности. И мастер отделочных и строительных работ, мастер столярного мебельного производства, сварщик, автомеханик, бухгалтер, дизайнер, ландшафтный дизайнер, менеджер рекламы, ветеринарный фишер. Вы вообще кого-нибудь не готовите? У меня ощущение, что, вот, как говорится, здесь можно найти все по любым направлениям. А какие наиболее востребованы сегодня? Я могу этот ряд дополнить еще социальным правом и логистикой. Я знаю, я знаю, минут на 10 мы будем перечислять. На первый взгляд это может действительно показаться хаотичным набором профессий и специальностей, но это далеко не так. Потому что весь этот широкий спектр образовательных программ и специалистов, которых мы готовим, они только дополняют друг друга. И при том, что мы используем принцип профильно-кластерного развития подготовки специалистов, и все эти профессии и специальности у нас разделены по четырем образовательным кластерам. Это действительно архитектурно-строительный, это автомобильный, агропромышленный и кластер управления экономикой. И эти профессии и специальности, они взаимопроникают друг в друга. И специальности среднего профессионального образования дополняют рабочие квалификации, добавляют им некоторую академичность, я бы сказал. А рабочие квалификации, они добавляют практику ориентированности специалистам среднего звена. Поэтому в результате вот такого подхода получаются классные специалисты, которые востребованы и которые могут решать производственные задачи. Любая проблема. Да, ну вот вы сказали тоже важную вещь, практико-ориентированный подход. Вот сегодня ведь очень много говорят про качество, да, подготовки специалистов, про качество образования, про то, что хотелось бы сегодня предприятиям получать специалистов, уже готовых, а не доучивать и не переучивать их. Вот даже этот знаменитый чемпионат WorldSkills, который, ну, не так давно у нас был, да, который набирает обороты, просто с каждым годом, сегодня уже каждый Екатеринбург же знает, скажите, даже человеку далекому еще от образовательного процесса, да, он скажет вам, я уже слышал про WorldSkills. Это как раз вот тот толчок, который, задача которого и готовить специалистов действительно квалифицированных, да, ну и повысить вообще самопривлекательность рабочих профессий. Как вам кажется, из каких слагаемых сегодня вот складывается эта качественная подготовка студентов? Когда мы говорим о движении WorldSkills молодые профессионалы, мы здесь можем только дать самую наилучшую оценку этому движению, потому что это движение является, на мой взгляд, комплексным критерием качества подготовки специалиста. Когда на чемпионате региональном или национальном чемпионате студенты демонстрируют наивысшее достижение своих, освоение образовательной программы, а выпускники на демонстрационном экзамене, которые являются формой государственной итоговой аттестации, предъявляют уровень освоения образовательной программы, и помимо диплома они получают паспорт, skills-паспорт, который признан работодателями на территории всей Российской Федерации. И это здорово. Если говорить коротко совсем о том, что являются составляющими качества профессионального образования, то я здесь скажу очень просто. Это нужно, чтобы было несколько компонентов. Первое, это чтобы был мотивированный студент. Ох, это самое сложное, наверное, мотивированный студенту найти. Второе, чтобы было кому учить, это был компетентный педагог. Да, профессионал свой. И третье, это чтобы были современные условия, материально-технические современные условия. Да, практика ориентированная, чтобы вот про то, что вы сказали. И еще если добавлять четвертое, то это такая комфортная образовательная среда, которая позволяет этим компонентам взаимодействовать между собой. Юбилей. Возвращаемся к этой замечательной дате. 45 лет, как я уже сказала, возраст такой отличный, когда ты уже многое знаешь, многое умеешь. У тебя уже есть опыт, у тебя уже есть житейская какая-то мудрость, и при этом у тебя есть силы, желание, азарт продолжать. Как отмечаете, кого встречаете? Возраст такой 45 лет, что могу предположить, что ваши первые пустяки могут прийти, наверное. Те, кто заканчивал 45 лет назад, это люди уже взрослые, но не старые. Вот что самое главное. Они могут к вам прийти. Как отмечать будете? Весь 2019 год прошел под знаком этого юбилея. В октябре месяце мы провели замечательную встречу поколений, всех поколений выпускников. Когда первое поколение выпускников... Были? Были. И было второе поколение выпускников, их дети. То есть они приводят уже? Да. И встреча прошла в очень дружественной, теплой обстановке. И, значит, строили вместе планы, образовали или создали клуб друзей колледжа. И поэтому в колледже реализуется целая программа мероприятий юбилейных. Это тематические мероприятия студентов, спортивного характера, конкурсные мероприятия, культурного характера. И, в общем, весь коллектив студентов и педагогов воповлечен в этот процесс. В этот процесс замечательный. Ваше пожелание тем, кто учится, тем, кто выпустился, и тем, кто планирует учиться? Шаг за шагом двигайтесь к осуществлению даже маленьких целей. И вы достигнете успеха. Не останавливайтесь, не опускайте руки. И у вас все получится. Спасибо большое, что сегодня пришли в нашу программу. С праздником вас, с замечательным, скажем так, юбилеем небольшим. Ну, я надеюсь, через пять лет мы встретимся, чтобы отметить такую круглую красивую дату, как 50 лет. Спасибо, с большим удовольствием. Я напомню, что это была программа «Здесь и сейчас». Мы сегодня говорили о замечательном колледже технологии предпринимательства города Екатеринбурга, которому в этом году исполнилось 45 лет. Всем самого доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин